Саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ином во Вьетнаме завершился досрочно. Лидеры покинули место проведения встреч без подписания совместного соглашения. Как сказал позже президент США, Северная Корея хотела отмены всех американских санкций в обмен на закрытие ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, крупнейшего ядерного объекта КНДР. Однако Трамп говорит, что закрытия только одного центра недостаточно. «Он хочет за это снятие всех санкций. Но знаете, останется ещё много всего. Я подумал, что так не годится. Мы с Майком долго это обсуждали. Я подумал, что этот объект, хоть он и большой, но его недостаточно для того, к чему мы стремимся». Президент отметил, что хотел включить в договор закрытие секретных ядерных объектов и за пределами Йонбёна, а также отмену ракетной программы. Как считают эксперты, по всей Северной Корее есть ещё много мест, где обогащение урана продолжается. Впрочем, правительство США выразило уверенность, что диалог будет продолжаться. «Мы уехали с договорённостью, что будем продолжать работать над этой чрезвычайно сложной проблемой. Обе стороны намерены добиться решения. И мы уезжали именно с таким настроением». Администрация Дональда Трампа также отметила, что конкретных планов на проведение третьего саммита пока нет. Но она открыта к будущим встречам. Премьер-министр Японии Синдзоабе поддержал позицию Белого дома. «Я полностью поддерживаю решение господина Трампа не идти на компромисс и уверенно стремиться к денуклеаризации корейского полуострова, продолжать переговоры и подталкивать Северную Корею к конкретным действиям». Саммит проходил в Ханое в отеле «Метрополь» французской колониальной эпохи. Оба лидера не посетили запланированный совместный обед и вернулись в свои отели без конкретных договорённостей. По меньшей мере, 8 тонн золота изъяли из хранилищ Центрального банка Венесуэлы. Об этом сообщил журналистом оппозиционный законодатель Ангель Альварадо. По его словам, золото вывезли без надлежащих процедур и без охраны. «Даже автомобили были не Центробанка. Это были частные машины, не бронированные. Цель назначения неизвестна». Это же подтвердили ещё три источника в правительстве, которые пожелали сохранить анонимность. «Ввиду всех действий в отношении этого золота напрашивается вывод, что его вывезли для личного пользования». Сам Центробанк это сообщение пока никак не прокомментировал. Однако известно, что в 2018 году 23 тонны добытого в шахтах Венесуэлы золота доставили на самолёте в Турцию. Как предполагается, власти продавали золото и в другие страны, чтобы оплатить импорт продуктов. Из-за сокращения уровня добычи нефти и других факторов в стране начался тяжелейший кризис, который сопровождается нехваткой продуктов и медикаментов. Ситуация стала настолько серьёзной, что многие голодают. Теперь на улицах городов можно увидеть людей с сумками и пакетами, которые ищут остатки еды в мусорных баках. Они приходят в фешенебельные районы. Там можно найти много выброшенных продуктов». «Приходишь и смотришь, что можно найти. Берёшь еду и перерабатываешь её. На улицах много людей. Нужно искать, что ещё пригодным для еды». Согласно недавнему исследованию, более 50% венесуэльских семей живут за чертой бедности. Израильтяне по-разному реагируют на решение генерального прокурора страны выдвинуть коррупционные обвинения премьер-министру Бенемину Нетаньяху. Скандал разгорелся всего за полтора месяца до всеобщих выборов, которых явного фаворита пока нет. «Для нас это очень печальный день. Я расстроился, когда об этом услышал. Не просто, когда премьер-министра обвиняют в таком. Думаю, нам стоит ограничить время пребывания премьера на должности. Потому что, когда находишься на ней слишком долго, то это выливается в подобное». «Пока мы говорим о том, что ещё не доказано в суде, так что нужно повременить с выводами. Я пытаюсь понять, что важнее в такой деликатный для страны период – подобные обвинения или опыт премьер-министра. Я склоняюсь к опыту, поскольку такой человек может обеспечивать Израилю хорошее положение, а с обвинениями пусть разбирается суд». Впервые в истории Израиля действующему премьеру направили официальное уведомление о планируемом вынесении обвинений. Это может больно ударить по рейтингам премьера и лишить его шанса переизбраться на третий срок. «С юридической точки зрения Нетаньяху может продолжать избирательную кампанию перед предстоящими выборами. Пока никаких правовых последствий нет. Однако это может повлиять на общественное мнение». По данным прокуратуры, Нетаньяху принимал дорогие подарки от бизнесменов на общую сумму до 264 тысяч долларов, включая сигары и шампанское. Сам премьер все обвинения отрицает. Он уже выступил с телевизионным обращением. «Я хочу служить вам и стране в качестве премьер-министра ещё много лет. Не верьте сплетням. Я хочу служить вам в качестве премьер-министра ещё многие годы. Но решать вам. Это будут решать не госслужащие, телевизионные студии, аналитики или журналисты. Это будете решать вы». Согласно израильскому законодательству, за взяточничество предполагается максимальный срок в 10 лет, а за финансовые махинации и должностные преступления – три года. При этом судебное разбирательство в отношении премьера может растянуться на много месяцев. Неизвестные злоумышленники атаковали Центр лечения лихорадки Эбола в Бутембо на востоке Демократической республики Конго. Из-за перестрелки и пожара временные строения почти полностью разрушены. Во время нападения в больнице находилось 50 пациентов. У 12 из них подтверждено заражение Эболой. Ни пациенты, ни медики не пострадали, но четверо больных лихорадкой сбежали. Сейчас их разыскивают. Разрушенный центр посетили министр здравоохранения страны и представители ВОЗ. «Я скажу только одно. Нельзя забывать, что лихорадка Эбола смертельна и очень заразна. В Северном Киву погибло уже 500 человек, умирают целыми семьями. Во время эпидемии в Западной Африке умирали целыми деревнями. Медики, борющиеся с Эболой, работают здесь, чтобы население не понесло больших потерь». Медицинский центр в Бутембо создали Министерство здравоохранения ДР Конго и организация «Врачи без границ». Нападение на него стало вторым за последнюю неделю в восточной части страны. До этого вооружённые люди атаковали лечебный центр в Катве, убив медсестру. «Мы ещё ведём расследование. Атака была хорошо организована. Нападавшие подожгли раздевалку и подсобные помещения, где не было пациентов. Но всё равно лечебный центр уже не такой, каким был раньше». По словам медиков, вопрос безопасности здесь ежедневная проблема. Многие конголезцы из-за суеверий не доверяют врачам и настроены враждебно. После нападения в Бутембо врачи без границ решили приостановить свою деятельность на востоке ДР Конго. Власти страны объявили о текущей вспышке лихорадки Эбола в августе прошлого года. От болезни умерло уже более 550 человек. Заражены вирусом – более 300. Улицы Иорданской столицы Омана превратились в реки в результате проливных дождей. Синоптики предупреждали о высоком уровне опасности погодных условий, однако многие всё равно сели за руль. Движение транспорта практически полностью встало. Потоки воды смывали автомобили. «Все улицы закрыты, машины в ловушке, некоторые перевёрнуты. Всё стоит. Посмотрите туда. Все машины застряли и перегородили улицы, потому что полно воды. Где сточная инфраструктура? Ничего нет». Некоторых водителей пришлось спасать, однако обошлось без жертв. А это кадры из соседнего Израиля, из долины Аразим близ Иерусалима. Здесь тоже наводнение. Автомобиль унесло потоком воды вместе с водителем. Мужчину пришлось спасать. Местные телеканалы транслировали операцию в прямом эфире. Ранее в этом же районе спасли ещё одного водителя. Его доставили в больницу с переохлаждением. Израильская полиция настоятельно просит автомобилистов не выезжать в районы побережья Мёртвого моря и Орданской долины, и Низин, пустынь, Негев и Арава. Наводнения в странах Ближнего Востока могут быть очень внезапными, из-за чего нередко гибнут люди. Так, в прошлом году в результате нашествия большой воды в Иордании погибло более 20 человек. А в 1963 году внезапный поток смыл 23 французских туриста в древнем городе Петро. В Австралии стая диких собак Динго напала на людей. Инцидент произошёл на острове Фрейзер. Жертвами нападения стали французские туристы – женщина с 9-летним сыном. «У мальчика травмы очень серьёзные. Шесть ран на одной ноге, три на другой. Множество на руках, и одна небольшая на лице». Женщину покусали за предплечье и ногу. «Могло быть намного хуже. Выглядело это и так ужасно, но могло быть и хуже». Пострадавших на спасательном вертолёте отправили в больницу университета Sunshine Coast. Как сообщают австралийские СМИ, туристы столкнулись с Динго, когда вышли из автомобиля и отправились пешком на пляж. Мать с ребёнком пытались убежать от собак и скрыться в машине, но животные бросились вдогонку и напали. Считается, что Динго – потомки домашних собак, которые тысячи лет назад попали в Австралию и одичали. На людей они нападают редко, но бывают и случаи с летальным исходом. 18 лет назад на том же острове Фрейзера в результате их нападения скончался 9-летний мальчик. А в 1980 году Динго утащило из палатки младенца. За этим последовал длительный судебный процесс, поскольку сначала в убийстве обвинили родителей ребёнка. 400 грациозных скакунов выступили на фестивале арабской лошади в саудовском городе Эд-Дамам. Во время мероприятия прошли несколько конкурсов, на которых жюри выбрало лучших представителей породы. «Этот фестиваль – праздник красоты лошадей. Его цель – поддержать это хобби, этот вид спорта и эту индустрию, чтобы мы могли участвовать в международных мероприятиях. За последние 10 лет конюшни Саудовской Аравии добились многого». Арабскую чистокровную лошадь вывели на Аравийском полуострове в период между IV и VII веками. В наши дни интерес к этой породе снова растёт. «Саудовская Аравия в настоящее время считается крупнейшим заводчиком арабских лошадей. Раньше на этом месте были Соединённые Штаты. Но Саудовская Аравия опередила их два года назад». Саудовские власти поощряют развитие конного спорта в рамках более обширных реформ. Они направлены на разностороннее развитие экономики, которое позволит стране не зависеть только от нефтяной промышленности. «Новый имидж Саудовской Аравии разнообразен. Есть интерес к искусству, культуре, развлечениям и истории. Это видно на примере таких мероприятий, отражающих путь новой Саудовской Аравии. И мы рады изменениям». Арабских скакунов ценят за выносливость, быстроту, хорошее здоровье и долголетие. Благодаря скрещиванию с другими лошадьми появилось много других знаменитых пород, в том числе «Орловский рысак» и «Русская верховая». Тысячи человек, как ожидается, посетят ежегодную выставку «Супер-яхт» в Дубае. 27-е по счёту мероприятие собрало более 400 прогулочных судов класса «люкс» со всего мира. Один из самых интересных экспонатов этого года – яхта «Фойлер Спирит» от компании «Ената», которая базируется в ОАЭ. Её называют «летающей яхтой». «Когда я говорю «летающая яхта», я имею в виду, что весь корпус судна поднимается над водой. Представьте крылья самолёта, которые прикрепили под лодкой. Крылья поднимают лодку над поверхностью, а сами остаются в воде». Корпус судна сделан из углеродного волокна. Оно оборудовано двумя дизельными моторами на 370 лошадиных сил каждый. Яхта может подниматься над водой на полтора метра и развивать скорость в 40 узлов. Это почти 75 км в час. «При 12 узлах вы берёте разгон, а при 18 полностью поднимаетесь над водой. Максимальная скорость – до 40 узлов, даже в плохую погоду и с высокими волнами. Само судно поднимается над водой на полтора метра. То есть, если волны ниже, то вы вообще ничего не будете чувствовать. Лично я плавал при трёхметровых волнах, и было очень комфортно». На «летающую яхту» уже поступило 15 заказов. В основном от состоятельных клиентов и отельных сетей. Стоимость этого судна стартует от 764 тысяч евро. Ещё одна супер-яхта, которая привлекает много внимания – «Кастом Лайн-120». Она одна из самых больших на этой выставке. Впервые её представили на Каннском фестивале яхт в 2018 году. Судно длиной 36,5 метров развивает скорость в 25 узлов и продаётся за внушительные 17 миллионов долларов. «Корпус судна такой же, как во всех других сериях, но всё остальное полностью адаптировано под вкус клиента. Это яхта нового поколения, поскольку раньше суда такого размера не оптимизировали нас только под запросы клиента». Как ожидается, Дубай будет всё более популярным местом для владельцев яхт. Особенно учитывая, что здесь создают гавани для подобных судов большого размера. Так, в 2020 году планируется открытие гавани «Дубай». Она должна стать крупнейшей на Ближнем Востоке и в Северной Африке. На ней будет более тысячи якорных стоянок, маяк и колесо обозрения, подобное лондонскому, только больше.